91,6 миллиардов рублей предусмотрено в бюджете Приморья на трехлетнее развитие сферы здравоохранения в 2024-2026 году. Такие цифры озвучили на заключительном дне общественных обсуждений. Финансирование предусматривает приобретение лекарственных препаратов, укрепление материально-технической базы и реализацию мер соцподдержки медиков. Чтобы обеспечить здравоохранение квалифицированными кадрами, в бюджет заложена беспрецедентная сумма 1 миллиард рублей. В том числе 544 миллиона, более чем полмиллиарда. Это на выплаты 8 мер социальной поддержки медицинских работников, чтобы привлечь и закрепить медицинские кадры в государственной системе здравоохранения. 139 миллионов для компенсационных выплат медицинским работникам, врачам, фельдшерам, которые прибыли и переехали работать в село. На заключительном общественном слушании краевого бюджета было озвучено и новое направление в здравоохранении Приморья – трансплантация. Мы уточнили, какие планы в этой области у Минздрава. Мы идем к тому, чтобы начать производить трансплантацию костного мозга в Приморском крае. Для этого в этом году мы уже практически открыли отделение высокодозной химиотерапии. А в следующем году будем проводить подготовительные мероприятия к тому, чтобы начать заниматься пересадкой костного мозга. И на следующий год собираемся всерьез приступить к трансплантации сердца. В 2024 году финансирование отрасли составит 32,2 миллиарда рублей. Это позволит добавить новые сферы расходов. Например, сертификат молодоженов, развитие современной системы обучения в рамках проекта «Профессионалитет», а также обеспечение оплаты труда специалистов новой должности, администраторов. Они будут помогать на приеме терапевтам и педиатрам. Это позволит повысить качество и доступность медпомощи. Ну и вот новый межбюджетный трансфер на оплату труда администраторов врачебных участков. Эта идея родилась у Олега Николаевича, когда мы решали вопрос кадровой обеспеченности первичной медико-санитарной помощи. Такая мероподдержка, как сертификат молодоженов, на это выделено 21,5 миллион рублей. Он будет вручаться всем молодым парам при заключении брака и давать возможность дополнительно бесплатно обследовать свою репродуктивную сферу, В Крае большими темпами идет ремонт, модернизация и строительство лечебных учреждений. У нас четыре направления расходования средств в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Это строительство объектов, и я уже их сегодня упоминала. Это и центральные районы, и больницы, и поликлиники. Вот стационар, например, в Надеждинской ЦРБ строится за счет средств программы модернизации поликлиника в Михайловском районе. Четыре поликлиники небольшие, это филиалы в пределах Владивостокского городского округа, две в поселке Трудовом, две в Владивостоке. В Ольгинском, Лозовском, Яковлевском районах строятся объекты здравоохранения. Второе направление средств – это капитальные ремонты, и вот в частности Ханкайская центральная районная больница в следующем году будет участвовать в реализации этих мероприятий по проведению капитальных ремонтов. Третье направление – это приобретение медицинского оборудования, и четвертое – это приобретение санитарного автотранспорта. Отметим, в ходе обсуждения проекта бюджета задать вопрос мог любой житель края, в том числе по видеоконференции. Как было отмечено на слушаниях, всю информацию обязательно примут во внимание при формировании главного финансового документа региона – краевого бюджета на ближайшую трехлетку.